Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова. А в гостях у меня Иванова Елена Александровна, старший помощник прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, старший советник юстиции. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Столяров Дмитрий Викторович, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тверской области, старший советник юстиции. Дмитрий Викторович, добрый день. Добрый день. Степанов Матвей Анатольевич, Тверской международной транспортной прокурор, старший советник юстиции. Матвей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Лариса Анатольевна Масалыгина, уполномоченная по правам ребенка в Тверской области. Лариса Анатольевна, рада вас приветствовать. на студии. Добрый день. Уважаемые друзья, поводы у нас, конечно, сегодня тревожные для разговора. Буквально на днях в Сверской области произошло страшное ДТП. При столкновении скутера и легкового автомобиля погибли три подростка. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются правоохранители, разные структуры разбираются. Я знаю, что прокуратура так же. Первоначальный вывод. Дети не виноваты. На встречку выехала легковушка, но вопрос остается. Это было ночью. Что делали дети на скутере ночью на дороге? Почему не беспокоились родители? И тем более страшно, что этот случай один из целой череды. Не на дороге, а кругом. Дети гибнут и колечатся как на общественном транспорте, так и под колесами с красных поездов. Дети тонут, выпадают из окон. В конце концов они уходят из дома. И потом все общество их начинает искать. Давайте говорить о том, как профилактировать такие случаи, что делать, как быть, к кому обращаться. Давайте, наверное, начнем со статистики. Елена Александровна, с начала года какова такая тревожная статистика именно по детям и подросткам? К сожалению, статистика действительно тревожная, неутешительная. Если в 2019 году погиб 21 ребенок, то уже в этом году за 7 месяцев мы потеряли 15 детей. Представьте, какая-то огромная цифра 15 человеческих жизней. Именно рост происшествий здесь не наблюдается в летний период. Летом, когда дети отдыхают, тем более, что этот год необычный. Дети отдыхают, если можно так сказать, просто не ходят в школу, несколько месяцев и больше, чем мы привыкли к летней каникулы. Лариса Анатольевна, насколько сказалось, на Ваш взгляд, вот эта вынужденная изоляция от общества и, возможно, в чем-то предоставление детей самим себе? Ну, конечно, наложил свой отпечаток вот этот непростой период пандемии. Конечно, дети соскучились по общению, по прогулкам, по каким-то развлечениям. Понятно, что сейчас в летний период многие предоставлены сами себе, потому что организованный отдых у нас, к сожалению, не во всех муниципальных образованиях. То есть оздоровительные лагеря далеко не все, да, открыты? Открыты у нас далеко не все, можно сказать, даже меньшая часть. И поэтому, конечно, встает вопрос, чем занимаются дети. Они занимаются тем, чем сами себя займут, собственно говоря. Поэтому статистика тревожная и по ДТП, и по несчастным случаям. Сегодня у нас опять очередной несчастный случай в Варжеве произошел, ребенок у нас упал с высоты. Вечернее время, не ночное, но тем не менее. Хотелось бы, конечно, здесь не постфактум обсуждать, что у нас происходит, почему это происходит. Конечно, правоохранительные органы, прокуратура дает свою оценку действиями или бездействиями должностных лиц, и родителей в том числе. Хотелось бы, конечно, принять такие меры, чтобы мы не допускали в целом, чтобы наша система была охранительной по отношению к ребенку, чтобы работа и с ребенком, и с родителями велась именно на формирование вот этого безопасного поведения, чего, к сожалению, как сейчас мы понимаем, не происходит. Статистика, Елена Александровна, Вы сказали общую статистику, где подстерегает опасность? Ведется какое-то такое разграничение? На воде ли, на дороге или во дворе? Самый распространенный несчастный случай с детьми, по нашей статистике, это дорожно-транспортные происшествия, это падение с высоты и утопление. Только за летний период у нас утонуло 3 ребенка, дети купались в неотведенных для этого местах, 12 детей у нас в сегодняшнем случае выпали из окон, 12 детей, один ребенок погиб. Причем мы же вот здесь, за этим круглым столом, мы специально обсуждали эту проблему, собирались именно в падении из окон, и каким образом здесь можно еще что-то внушить родителям, как, давайте стараться сегодня это делать. Именно сегодня тоже это падение из окна? Нет, это падение со здания. Создание. Это опять же таки подросток, да? У нас случались такие случаи в прошлом году, вот насколько мне известно. Матвей Анатольевич, у вас, вы надзираете за железнодорожный транспорт и вода, да? Какова обстановка в этом году, в 2020-м? Если говорить о случае травматизма детей, то в этом году у нас травмирование ребенка только одно, но оно действительно нашумевшее, совсем недавнее и очень страшное. На железнодорожном транспорте, на водном транспорте, и то это даже не транспорт, а использование гидроцикла, но на судовом ходу тоже была гибель ребенка со своим родным дядей в Кембрах. И оба этих случая свидетельствуют о беспечности, во-первых, например, на гидроцикле без спасательных жилетов, со всеми возможными... И взрослый ребенок, да, перебью были без спасательных жилетов? Да. И одна девочка была со спасательным жилетом, и она выплывала. Она была жива. Сейчас по этому делу следственным комитетом на транспорте, Северным следственным отделом проводятся следствия, возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы, и следствием будет сделан вывод. По вопросу травмирования девочки здесь тоже проводится сейчас проверка как прокуратурой, так и следственным комитетом, пока они обе не завершены. Эта девочка погибла, это Сапсен, да? Да, это Сапсен. Это Сапсен, она выбежала, или каким образом? Она находилась, она сама вышла на пути, по каким причинам это сейчас устанавливается, и проходила по пути спиной к Сапсену. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются более подробно, тоже проводятся экспертизы, исследования и прочее. Но самое основное, что нужно сказать, у нас в этом году получается 15 случаев травмирования, из них и со смертельным исходом всего, не только несовершеннолетних, а и всех людей. Со смертельным исходом у нас сейчас 12. В прошлом году было травмирование 17, и со смертельным травмированием было 12 человек. При этом было, опять же, как коллеги говорят, летом. У нас в июле, если, например, травмированных людей на транспорте с января по июнь прошлого года было 6 человек, за июль было 12. Мы как раз проводили аналогичные мероприятия на всех средствах массовой информации, только после того, как мы по телевизору все это доносили до родителей, в августе не было ни одного травмирования. Это значит, это тот прямой вывод, что есть возможность следить за своими детьми, да? Есть. И это прямое следствие, да, того, что как только начинается контроль за детьми, сразу же несчастных случаев становится меньше, хотя бы взять железную дорогу. В первую очередь, проблема на железной дороге, что во многих населенных пунктах удаленных, это, например, Реткино, сейчас Сталомежево, где отремонтирована платформа, начинают воспринимать дети платформа как благоустроенное, как место встречи. И родители на это не обращают внимания. Транспортная полиция, железнодорожники, мы проводим также разъяснительную работу, ходим по школам, местная полиция территориальная, прокуроры, наши коллеги, делают то же самое по школам, обращают внимание родителей на эти вещи, но, к сожалению, проблема остается очень и очень серьезной. Матвей Ильич, выражена вас перепить, у нас перерыв буквально на несколько минут на рекламу, не переключайтесь, буквально через три минуты мы вновь вернемся в эту студию, и не забывайте, звоните 300-190. Мы вновь в эфире программы «Тема дня». Говорим сегодня о предотвращении гибели детей и подростков от несчастных случаев. Матвей Анатольевич, мы с вами говорили вот до перерыва о том, что стоило вам еще раз предупредить об опасности, которая может поджидать детей на железнодорожных путях, как родители прислушались, и травматизма действительно стало меньше. Да. И, понимаете, мы обращали внимание на факторы опасности. У нас самые основные факторы опасности, что касается детей, это наушники, гаджеты, от которых они не отрываются ни при переходе, ни при нахождении, и они даже их дезориентируют по нахождению на платформе, на путях, где-то угодно. Они просто от них не отрываются. Велосипедисты, в том числе велосипедисты с наушниками. В прошлом году у нас, правда, совершеннолетний был в наушниках велосипедист, который ехал прямо по путям, был сбит. В этом году тоже с наушниками были, но их не так много. Среди взрослых, среди взрослых, особенно если это не касается Тверской городской черты, это сплошное нахождение в алкогольном опьянении. В том числе и в отношении детей происходит это. Транспортная полиция проводит рейды, изымаются с платформ дети, в том числе несовершеннолетние, употребляющие алкогольные напитки. И это помогает снять угрозу. Очень много случаев мы, соответственно, избежали. И следует отметить эту работу коллег. Но в первую очередь надо обращать внимание семей на то, что никаких наушников, капюшонов не должно быть, когда они переходят не только железную дорогу. Сами элементарные правила, они не сложные. Самые элементарные правила, да, ну вот как? Вот как родителям сказать, это внушить, это опять надо с детского сада говорить-то? Или родителям постоянно говорить? Лайси Анатольевна? Видимо, да. Потому что вот сейчас, когда вот такие резонансные случаи происходят, и родители в соцсетях узнают только вот сейчас, они узнают о том, что они должны, например, контролировать ребенка нахождение в 10 часов вечера дома, если ему не исполнилось 16 лет. И если ему исполнилось 16 лет, до 18 лет это у нас срок возвращения ребенка домой, 23 часа. Вот родители об этом не знают. И узнают только вот в результате каких-то таких трагедий, к сожалению. То же самое касается правил дорожного движения, то же самое касается правил вот нахождения в наушниках, там, да, вот, или в состоянии алкогольного опьянения подростков в местах общественных. Поэтому, мне кажется, здесь нужно, конечно, всем консолидироваться именно в плане информационной работы. Просто мы должны из каждого устройства буквально напоминать родителям каждую минуту о том, что где ваш ребенок, что там он делает, да, напоминаем, что он должен быть в безопасности. Безопасность может быть вот здесь такая, здесь такая. Еще хотелось бы отдельно сказать, что действительно у нас есть такие поселения, сельские поселения, да, городские поселения небольшие, где, к сожалению, досуг молодежи не организован. Это вот надо признать. И поэтому у них есть какие-то свои места, там, так сказать, культовые, да, где они собираются. Абсолютно все власти знают, что это за места. Но мер для того, чтобы их каким-то образом там организовать, напомнить про меры безопасности. Вовремя напомнить, что пора возвращаться домой. Никто не предпринимает. И сейчас через своих общественных помощников я попросила, чтобы комиссия по делам несовершеннолетних на местах просто буквально организовали рейды именно для того, чтобы детей, вот подростков, именно молодежь предупреждать и вовлекать в какую-то более-менее организованную деятельность. Опять же, напоминать и правила поведения. Я понимаю, что это уже сложно, когда ребенку 15-16 лет ему что-то напомнить. У него уже своя правда, он уже считает себя взрослым, он считает себя бессмертным, естественно, потому что это все неправда, все, что говорят взрослые люди. Но, тем не менее, правильно говорит коллега о том, что когда родители подключаются в эту работу, то эффект бывает. И то же самое касается проблемы выпадения из окон. Просто нужно не уставать повторять о том, что на окнах должны быть блокираторы. Сейчас вносятся изменения в строительные нормы и правила, которые предусматривают уже оснащение на этапе производства пластиковых окон вот этими блокираторами необходимы для того, чтобы предотвратить открывание. А так самому нужно человеку поставить? А так нужно сделать самому. При этом сделать это можно из подручных материалов, мужчинам, если в семье есть тросик металлический на два самореза, все это прикрепить можно. Но, опять же, все считают, что это их не коснется. Почему-то все уверены, что их это точно не коснется. Но так считать, это большое заблуждение. Елена Александровна, проблема, возраст детей, которые выпадают из окон. Как правило, это маленькие малолетние дети, которые не понимают этой опасности, подвигают стулья, что там, тумбочки, что угодно, что рядом под рукой, забираются на подоконники. Просто посмотреть, что там? Посмотреть из любопытства. Кто-то погулять. Воспринимает окно, это как дверь, выйти на улицу. И в продолжении разговора и информации Ларисы Анатольевны, хотелось бы обратить внимание родителей на то, что существует и федеральный законодатель предусматривает ответственность родителей, и закон Тверской области предусматривает ответственность родителей за нахождение детей в вечернее время без сопровождения родителей в общественных местах. У нас по статистике 42 родителя в этом году привлечены к ответственности. Это штрафы денежные? Это штраф. Это вот как раз я вас перебила, это как раз тот самый вопрос, который я задавала вначале, что делали дети ночью на том же самом скутере, куда они ехали и направлялись, да, ночь-полночь из одной деревни в другую, но тем не менее, может быть, они еще гулять бы полночь, неизвестно. Прежде всего, конечно, это зона ответственности законных представителей, родителей, где ребенок находится, с кем он находится, в каких он условиях находится. Те же выпадения из окон, это в присутствии родителей происходило, в присутствии... То есть родители были дома? Родители были дома, отлучились, отвлеклись на какое-то, на другие какие-то дела свои неотложные, и в это время произошла вот такая трагедия. Бывали же случаи, когда и родители находились в состоянии алкогольного опьянения, тут вопрос, естественно, к тем же самым взрослым, да, Матвей Анатольевич сказал, что часто встречаются подростки, находясь в алкогольном опьянении, кто им, да, где они приобрели, да, и по какому праву они приобрели. Или это тоже сельский магазин, которых не интересует, да, кому ты продаешь? Ну, в том числе, наверняка, такие случаи есть, действительно, тут нельзя исключать, потому что маленькие территории, это свой маленький мир, конечно же, здесь, почему и говорится, там, да, какой-то коллективной ответственности, просто не надо быть равнодушным. Если ты продаешь подростку пиво, то ты должен понимать, что он потом может попасть под колеса, например, транспорт, от какого-то, да, погибнуть, утонув в реке во время купания в нетрезвом виде. То есть, это уже получается, взрослый человек сучастник преступления, он способствует совершению вот такой вот, такой вот трагедии, да, и я не устану повторять, что вся беда детей это безотлаберность и безответственность взрослых. Ребенок, он в силу своего возраста и, ну, характера психологического развития, он не понимает и недооценивает степень опасности, он не может дать оценку своим действиям и их последствиям в должной мере, но взрослый-то человек, он точно знает, что может быть, и когда, зная это, тем не менее, все равно взрослые люди ведут себя безответственно, это, на мой взгляд, большой-большой проблемой нашей горе. Дмитрий Викторович, на дорогах где подстригать опасность? Вот мы начали с дорожно-транспортного происшествия, ведь у нас дети травмируются и, находясь в легковом автомобиле, просто родители забывают их пристегнуть или детское удерживающее устройство, да, которое необходимо, да, как пешеходы, опять же-таки, на тех же велосипедах дорога — это источник повышенной опасности, мы говорим об этом всегда. Если, скажем так, удалиться от официальной статистики, на что бы хотелось бы обратить особое внимание, у нас произошло 784 ДТП в первом полугодии текущего года, и в 40% случаев, помимо вины участников дорожного движения, были выявлены сотрудниками ГИБДД факты, которые говорят о ненадлежащем содержании уличной дорожной сети. То есть состояние тех же самых дорог? Да, да, да. Понятно, что водители, мы все знаем, да, водители должны соблюдать безопасный скоростной режим с учетом погодных условий, интенсивности движения и так далее. Но когда на дорогах ямы водители их объезжают, маневрируют, да, стараются как-то там избежать повреждения своего транспортного средства, все это далеко не способствует безопасности дорожного движения. Дмитрий Игоревич, для меня, например, это небольшое открытие, потому что мне кажется, что ремонтируют кругом ощущение, что ремонт коснулся большинства дорог, и уже таких дорог крайне мало. Оказывается, это вот какой процент пострадавших. Я так понимаю, ненадлежащие состояния в том числе имеется в виду оборудование с средствами безопасности. То есть дорога хорошая, она как раз вызывает то, в том числе усиление скорости, если, например, нет ограничителей скорости, либо еще пешеходный переход не оборудован. Это в том числе и вот это все вместе. Это и состояние дорожного полотна, и состояние разметки, и знаки. То есть действительно совершенно правильно, это комплекс. Потому что безопасность дорожного движения, это не только что дорога ровная и гладкая. Конечно, должны быть ограничители скорости, где это положено. Те же самые лежачие полицейские. Совершенно правильно. Это как, всегда привожу пример, как у нас много-много лет назад первый раз отремонтировали новейшую историю, наверное, на Санкт-Петербургское шоссе, и водители стали ездить с такой скоростью, потому что до этого были сплошные ямы, что увеличилось число ДТП, и уже и сотрудники ГИБДД просто схватились за голову, как нам другая проблема стала возникать. Ну вот смотрите, у нас федеральные трассы, они все-таки в лучшем техническом состоянии, и скоростной режим там побольше, мы все это понимаем. Но тем не менее, более 50% ДТП происходит на дорогах местного значения. Понятно, что их и больше этих дорог, но тем не менее, статистика говорит о вот такой неудовлетворительной, плохой тенденции. И, соответственно, и содержатся дороги местного значения далеко не так хорошо, как дороги федерального значения. К сожалению, конечно, все дороги, наверное, должны соответствовать предъявляемым требованиям. Кто в этом случае несет ответственность? Те, кто должен содержать эти дороги? Если органы местного самоуправления, либо органы исполнительной власти области, территориальный дорожный фонд не определили обслуживающую организацию, то они отвечают. Но, как правило, у нас везде есть организации, которые обслуживают, содержат такие дороги. И, соответственно, уже данные организации несут ответственность за содержание, ремонт таких дорог в зимний период, их очистку от наледи. Профилактическая работа здесь, она к чему сводится? Я знаю, что много лет выходили в рейды, где проверяли, оборудованы ли машины удерживающим устройством для детей. И вначале редко у кого были такие устройства. Потом немножко приучили. И сейчас вроде бы как-то проблема исправляется. Но вот у меня был начальник ГИБДД. Он сказал, что все равно все еще встречается, что детей либо не пристегивают, либо нет устройств. На ваш взгляд? К сожалению, как уже вот здесь неоднократно сегодня мы выяснили, есть и родители, и другие участники дорожного движения, которые игнорируют нормы безопасности, игнорируют правила дорожного движения. Все знают, что детское кресло должно быть, ребенок должен сидеть в детском кресле, но некоторым родителям на это далеко наплевать. Чем заканчивается, тоже мы все знаем. То же самое яркий пример. Все знают, что пьяным за руль не-не. Это запрещено. Что это фактор повышенной опасности. Что человек не контролирует себя. Он может как бы причинить вред и своей жизни, и жизни неограниченному кругу лиц. Но тем не менее у нас находятся в больших кавычках герои, которые садятся за руль пьяными, и продолжали движение. Это мало того, я вас перебью. Вот совершенно недавно на Вакжановском переулке я выезжала, остановились сотрудники ГИБДН. Он мало того, что он чуть не сбил пешеходов на переходе, а потом поехал, стал уходить, вот его остановили неналеко. У него в салоне был его же сын, 8-летний мальчик, он пьяный. И понимаете, что даже... Не сын, а водитель, его папа. Большая разъяснительная работа и со стороны сотрудников ГИБДН, и со стороны средств массовой информации. Если у нас человек сел пьяный за руль, и по его вине произошло ДТП, погиб другой человек, это до 12 лет лишения свободы. И за такие преступления уже все понимают, что осуждают к реальному сроку наказания. Не останавливает людей это. Матвей Анатольевич, у вас есть примеры вот таких наказаний, те, что кто-то взрослый ответил за то, что произошло с ребенком? Я говорил, что у нас таких случаев мало. У нас один в основном это действительно неосторожность лиц, которые находятся на железной дороге. У нас это несколько нетранспортный вопрос по привлечению родителей. Но тем не менее в профилактике именно первая очередь отводятся родители, как мы уже говорили, и взрослым людям. Здесь же мы должны учитывать специфику этого транспорта. И человек, который без наушников, и что, мало ли по неосторожности, это же очень сложно убежать и просто напросто даже иной раз услышать поезд идет быстро. Здесь поезд услышать можно, чаще всего мешают именно капюшон, наушники. Поезд начинает сигнализировать примерно когда человек попадает в зону видимости. И во всех случаях, которые у нас были, мы проверяли, мы, следственный комитет, сразу начинается торможение, экстренное торможение и сигналы большой громкости. Сигналы большой громкости слышны за полтора километра примерно, но не все на них обращают внимание. А тормозной путь у поездов, у грузовых поездов примерно от 700 метров, у электричек 700 900 метров. У Сапсана в зависимости от скорости от, если в зоне городской он идет на сниженной скорости, тоже примерно где-то минимум 700 метров, а так до полутора километров скоростной режим позволяет ему тормозной путь сделать. Поэтому это проблема. Елена Александровна, относительно ответственности, еще раз давайте напомним, как можно профилактировать то же самое падение из окон. Что говорить, как по квартирам ходить, родителей отдельно собирать, как-то насильно может быть и что-то вдолбить, или писать какие-то памятки, но как мы это делаем с мошенничеством? Постоянно и все равно приключаются. Мне кажется, все средства хороши, лишь бы донести эту информацию до родителей и внушить им, что насколько ситуация непредсказуемая сложится, буквально в секунды можно потерять ребенка. Когда папа находится в соседней комнате, ребенок несколько минут и он уже у нас выпал из окна. Это как раз оснащение окон, о чем Лариса Анатольевна говорила, или это что-то сделать, или хоть с комиссией ходи по квартирам, здесь маленькие дети проверяйте окна? У нас значительное количество органов работает с родителями и с детьми. Органы системы профилактики возглавляют эту систему комиссии по делам несовершеннолетних, которые созданы в каждом муниципальном образовании. Именно задача комиссии организовать всех, всем, чтобы до каждого родителя донести ту опасность и ту озабоченность, которая сейчас складывается у нас в области с выпадением детей из окон. Это не только выпадение, это уже мы говорили, и утопление, это и ДТП. У нас 70 несовершеннолетних пострадалов ДТП, получили различные степени травмы, различные степени стяжести. Профилактическую работу проводят и образовательные организации. Этой работой занимается в том числе и прокуратура области, и районные, межрайонные прокуроры. Это и социальная реклама, в которой мы также участвуем в организации и продвижении социальной рекламы, в том числе и в общественном транспорте социальная реклама используется. Да, я вижу часто, что в автобусах и в транспорте Верхние Волжья от прокуратуры довольно-таки много видеороликов. Там есть прокуратура, МЧС, с разных сторон, потому что опасность ждет неизвестно когда. Конечно, но, Елена Александровна, я хотела бы дополнить в части именно ответственности родителей. Дело в том, что у нас есть административное наказание в виде предупреждения штрафа, который выносят комиссии поделок несовершеннолетних, а есть и, в принципе, уголовная статья за неисполнение родительских обязанностей. Но, когда речь идет об инвалидизации ребенка, либо его гибели, то нет ничего страшнее для родителей, на мой взгляд, самого сознания того, что ты вольно или невольно стал причиной этого. Вот просто просьба родителям примерить на себя, если можно так сказать, вот эти трагические ситуации, что бы они делали в этом случае, и постараться продумать то поведение, тот механизм воспитания своих детей в безопасном ключе для того, чтобы эти трагедии, не дай бог, не пришли в какую-то еще семью. Да, это когда видишь, это очень страшно. Дмитрий Викторович, относительно поведения детей, подростков, которые перемещаются, мы говорили, что весна, лето, это велосипеды, это самокаты, это, возможно, те же самые скутеры, мопеды и мотоциклы спортивные, да, здесь, как обстоят дела, что важно донести до детей? Донести важно то же самое, о чем уже сегодня неоднократно сказали, что скутеры, мопеды, тем более мотоциклы, а есть случаи, когда родители доверяют детям, фактически подросткам, и транспортные средства, машины, автомобили, это все не игрушки, это транспортные средства, это источники повышенной опасности, и когда подростки бесконтрольно где-то там гоняют, порой не соблюдая правила дорожного движения, это опасность, это опасность для них, это опасность для окружающих, это опасность для других детей и подростков. Поэтому, конечно, не должно быть таких фактов, и, конечно, если родители покупают уже подростку тот же скутер либо мопед, значит, его использование должно быть соблюдением правил дорожного движения, желательно, где-то в сельской местности, и под присмотром самой главной родителей. Под присмотром. А не так, как вот Труи в этот раз сили, да, Который случай искал трое-трое детей, и что? Куда еще родители? И вот продолжая разговор с Матвеем Анатольевичем, следует отметить, что и на дорогах общего пользования есть случаи, когда подростки выходят на дорогу вне установленных мест, вне пешеходных переходов, с наушниками, разговаривают по проезжей части. Мы все в городе видели такие ситуации. И тот же самый капюшон, и человек идет, и, как Лариса Анатольевна сказала, уверенный, что все бессмертен. И бессмертен, и со мной ничего не случится. А это сплошь и рядом происходит. Уход из дома – это тоже одна проблема, о которой мы постоянно-постоянно говорим. И ищут потом, да, волонтеры подключаются, все правоохранители, спасатели. Это не грибники, это просто дети, которые решили погулять, или склонность к бродяжничеству, как мы обсуждали уже, да, за этим крупным столом, или кому-то назло, или кого-то навестить. В чем причина, и как это можно предотвратить? Если говорить о статистике, некоторое снижение самовольных уходов в этом году наблюдается у нас. Ну, мы, в общем-то, связываем это с тем, что в условиях ограничительных мер, в условиях пандемии, все-таки родители больше находились дома, поэтому контролировали поведение своих детей. Или далеко не уедешь, возможно, куда-то на том же самом поезде. Но, не менее, есть у нас герои, которые уходят неоднократно, причем это есть и положительные семьи, дети уходят из семей благополучных, обеспеченных, разные причины, где-то это конфликты с родителями, где-то это желание провести свободное, бесконтрольное время, друзья, интересы вне дома. Но обнаружены все, да, у нас из тех, кто ушел в этом году? Да, все, слава богу, живы-здоровы, да, не было. Но ведь это же всегда существует и идет параллельная опасность, что человек, подросток, который ушел из дома, он может стать объектом преступного посягательства, да? Ну, конечно. Это всегда именно так. Лариса Анатольевна, на ваш взгляд, еще раз, может быть, донести до родителей относительно, почему уходят и что делать с таким подростком, который вы чувствуете, что он склонен к бродяжничеству? Ну, причины разные действительно бывают. Алена Александровна отметила, действительно, есть иногда желание погулять, да, есть возникшие вдруг романтические отношения, ребенок, подросток уже, да, считает себя взрослым человеком, уже у него влюбленность, у него желание там пожить отдельно, и как бы родителей не отпускают, и в знак протеста очень много причин таких. Но есть, тем не менее, причины, когда дети по каким-то своим соображениям боятся возвращаться домой. Ну, например, загулялся, и позже времени там назначено, только вспомнил, что надо было 8 часов быть дома, время уже 10, страшно, ребенок домой не идет, и, значит, где-то проводят ночью, его тоже ищут нас, ищет милиция, и, как говорится, ищет пожарные. И сейчас-то потом, слава богу, такое вот, что обнаружено в одном из супермаркетов крупных. И выясняется, что да, вот причина была в том, что просто ребенок боялся наказания. Бывают ситуации сложнее, когда к уходу подталкивают какая-то длительная семейная неустроенность, неблагополучие внутри семьи, отсутствие взаимопонимания, подросток не понимает, как ему дальше жить, ищет возможности, куда-то там либо планирует уже свой уход, уже там продумывает варианты, либо спонтанно решение принимает, и, в общем-то, тоже потом возникает огромное количество проблем, каким образом его разыскать и вернуть. Здесь что хотелось бы отметить. Во-первых, не надо стыдиться этой ситуации, что если есть какая-то проблема в семье, и обращаться за помощью в социальные службы. Не надо бояться помещения ребенка в социальный реабилитационный центр в том случае, когда он демонстрирует явно девиантное поведение, когда родители не справляются уже с неавторитетом, но бывает такое. В социально-реабилитационном центре может быть размещен любой ребенок по заявлению родителей, либо даже по собственному заявлению. У нас были такие случаи, когда у нас подростки писали заявление, уходили жить в социальные реабилитационные центры, как альтернатива такому уходу, только потому что жить в семье было, на их взгляд, невыносимо. И дальше уже психологи социально-реабилитационных центров помогают выстроить вот эти вот взаимные родительско-детские отношения, устранить мотив уходов, мотив конфликтов, причины конфликтов, помогают воссоединиться, узнать, где, как правило, две стороны виноваты, узнать каждую вину, помочь им признать ее, простить друг друга. И дети часто, скорее всего, в большей части случаев возвращаются у нас обратно в родные семьи. К сожалению, бывают такие ситуации, когда исправление не получается, и тогда у нас вступают уже в дело комиссии по делам несовершеннолетних, в полномочии которой в том числе ходят как привлечение к ответственности родителей, в том числе и ходатайство уже в случае нарушения серьезных правонарушений или совершения преступления ребенком, уже помещение их в специальное воспитательное учреждение закрытого типа. Это уже полномочия у нас судебных органов, но, тем не менее, работа такая тоже может проводиться. Поэтому уходу-ходу рознь. И есть случаи, когда действительно ребенок дозрел до самостоятельной жизни, уже и зарабатывают, и отношения крепкие и прочные, тогда мы можем говорить о том, что можно в судебном порядке опять же принять решение, или через органы опеки принять решение об эмансипации. То есть достигший определенного возраста ребенок может быть признан совершеннолетним по своей сути и полностью дееспособным. У нас такие случаи были в области? Да. Да, были. То есть уже человек, хотя по возрасту, но уже по развитию по своему, он уже не совершеннолетний, да? То есть он дозрел и эмоционально, и морально, и физически, и социально, да? То есть он устроен, то есть вполне такой тоже реальный вариант. А вообще часто обращаются к вам родители за помощью, чтобы помочь, чтобы помочь разобраться, найти каких-то специалистов? Самостоятельно ведь люди оказываются один на один с бедой, да? И не знают, как решать это? Ну, обращаются, конечно. В первую очередь, конечно, речь идет именно о конфиденциальности обращения, потому что не все готовы откровенно рассказывать о тех проблемах, которые существуют. Не все готовы признавать именно свою вину, потому что чаще себя объявляют ребенка. Он такой негодяй, он плохой, он не слушает, уходит. То есть это тоже проблема, и проблема, как правило, кроется в самом родителе, который не чутки и не воспринимает ребенка как полноценную личность, некая производная от себя самого. А раз ребенок поступает не так, как он велит, значит, он уже плохой. И вот проблемы, конечно, здесь прежде всего с самим родителем возникают. Ну, чем можем, помогаем. Елена Александровна, я знаю, что в этом году был еще случай, тоже относительно недавно, это все период летних каникул. Учреждения, да, по-моему, это либо школа-интернат, либо недомашние условия, где подростки приняли какое-то количество непонятных таблеток. Да, есть такая история, проверка еще не завершена. По сути дела, не буду пока комментировать выводы, поскольку проверка... Но выводы еще рано делать. Да, делать рано выводы. Но основной вывод такой, это ответственность у руководителя учреждения, которая ненадлежащим образом организовала контроль за работой своих подчиненных. Это есть и где есть воспитатели, да? Это привело к отравлению, слава богу, все закончилось благополучно, дети здоровые, живые, но тем не менее это могло привести совершенно к другим последствиям трагическим. Это вроде бы, да, ребенок там не предоставлен сам себе, там всегда за ребенком должен быть пригляд, да? Просто безобразный случай, совершенно безобразный случай, позор, можно так сказать, для руководителя. Вот как бы такого позора не повторялось, потому что мы уже молчим сейчас о том, что некоторые дети, чтобы заработать копейку, потому что ситуация экономическая довольно-таки тяжелая в стране, идут на незаконное распространение наркотиков, те же самые, да? Делают закладки, чтобы получить копейку, а потом мы еще раз говорим, что это наказуемо. И довольно-таки серьезный срок можно получить, несмотря на то, что человек несовершеннолетний, и мы, наверное, не устанем об этом повторять. Ну, действительно так, потому что это не только типичная ситуация для сегодняшнего времени, она возникла некоторое время назад, и я хочу отметить, что люди, которые вовлекают несовершеннолетних в это занятие, они достаточно хитрые и изощренны в самих способах увлечения. То есть предлагают, как правило, работу курьером, развозить бумаги, доставка еды из таких самых, наверное, таких хитрых способов. Это фотографам без опыта работать. То есть нужно фотографировать природу. А потом уже впоследствии раскрывается, собственно говоря, суть этой фотографии, что конкретно фотографируется, куда это отсылается и так далее. При этом, конечно, гонорары за такие действия не способны просто парализовать здоровый разум любого человека. И даже если ребенок на каком-то этапе начинает догадываться о том, что он совершает противоправное действие, как правило, к тому времени ему выдан некий аванс и потрачен, как правило, и он, получается, уже находится в финансовой кабале от этих преступников, тем самым продолжает эту деятельность. Когда рассматриваешь такие дела, выясняется, что и родители были уверены, что ребенок занимается работой, действительно работает, трудоустроен, там даже, может быть, какие-то договора показывает. А по факту мы получаем то, что у нас ребенок находится в СИЗО либо в Центре временной изоляции несовершеннолетних по тяжелому обвинению, по тяжелой статье. – Давайте мы подытожим, наверное, наш уже разговор. Скоро эфир подходит к концу. Дмитрий Викторович, на Ваш взгляд, самая главная опасность на дороге для детей, и о чем бы Вы хотели предупредить родителей? – Самая главная опасность, наверное, это беспечность как самих детей, так и других участников дорожного движения. Мы все понимаем, что транспортные средства – это источник повышенной опасности. Мы понимаем, что далеко не все, какую бы работу мы ни проводили, конечно, количество ДТП сокращается, количество нарушений сокращается, но всегда останутся какие-нибудь, назовем их так, негодяи, которые пренебрегают правилами дорожного движения, не заботятся о своей безопасности, о безопасности других участников дорожного движения, безопасности детей. Поэтому, наверное, надо быть бдительными, когда выходишь на пешеходный переход, не полагаться, что я перехожу дорогу в положенном месте, и все, и смело иду. – Все должны остановиться, мир остановился. – Наверное, все-таки надо посмотреть по сторонам, желательно снять наушники, заблаговременно проконтролировать ситуацию, и только после этого уже переходить в проезжую часть. Тем более не выбегать на мигающий сигнал светофора, «А вось я успею пробежать, красный еще там загорится, я быстрые ноги, молодые, крепкие, сейчас перебегу». Конечно, этого делать не надо. Надо соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными. – Матвей Анатольевич, ну, у вас, наверное, тоже, что если подытоживать, возвращаясь к тем же наушникам и капюшонам, в чем еще специфика, о чем бы вы хотели предупредить и детей, и родителей? – Внимательность на железной дороге, не только там вправо-влево, а сразу смотреть в обе стороны. Раз. Во-вторых, никаких наушников, гаджетов на дороге и никаких детей без родителей в зоне железной дороги быть не должно, потому что это особая зона повышенной опасности. – А тем более такие сборы, о которых вы рассказывали, да, сборы молодежи на платформе, на отремонтированной, где очень хорошо, светло, да, и интересно. – Это исключено. Елена Александровна. – Ну, а я бы хотела обратиться к родителям. Любите своих детей, берегите своих детей, контролируйте их поведение, не оставляйте их без присмотра. – Коротко, ну, ясно, да? Лариса Анатольевна, как бы за вами последнее слово. – Последнее слово. – И будем надеяться, что все-таки те, кто нас слушает, прислушаются наконец-то, потому что еще и летний отдых впереди, и осень, обещают, теплый. – Елена Александровна призвала родителей ответственно относиться к своим обязанностям. Я призываю абсолютно каждого взрослого человека быть ответственным не только по отношению к себе, но и по отношению к окружающим, особенно если в окружении есть дети. Даже если мимо проходите, видите, что совершается что-то неладное, что-то противоправное, опасное, не молчите, пожалуйста, либо обращайтесь в правоохранительные органы, либо самостоятельно каким-то образом. Но обратите внимание детей на те последствия, которые могут наступить. Возможно, что вот ваше слово, оно остановит, от чего-то убережет их. Не нужно быть равнодушным человеком. Равнодушие, оно убивает хуже, чем даже способы какие-то убийства. И подытоживая, как многие к чему-то привыкли, да, это тоже самое, как рядом железная дорога. Железные дороги, дороги мы все привыкли. Вот как сказал Дмитрий Викторович, как первоначально мы привыкли с чем-то с месяцами к тому же самому пресловутому коронавирусу, да, и перестали соблюдать элементарные правила безопасности. Давайте все-таки помнить, что опасность, она кругом. И если мы не позаботимся о себе и о жизни и здоровье наших детей, то никто другой об этом не позаботится. Спасибо огромное, друзья, за участие в нашем разговоре. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо.